Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. Вы слушаете передачу «Гостиная международного радио Тайваня». Сегодня вашему вниманию я хочу предложить рассказ тайваньского русиста, профессора факультета словистики Государственного университета Дженжи Лай Инчуаня. Лао Ши, что с китайского означает «учитель», расскажет нам об изучении русского языка в Германии, первом посещении России, а также о научно-исследовательской работе в Республике Калмыкия, которая является моей малой родиной. Конечно, я не могла не попросить профессора Лая рассказать нам о научных командировках в Калмыкию и работе с калмыцкими лингвистами. По поводу научных командировок в Калмыкию, сразу хочу сказать, что я в первый раз поехал в Калмыкию летом в 1999 году с товарищем по классу. Тогда я только что окончил магистратуру Санкт-Петербургского университета и был готов поступить в Аспиантуру. Мой спутник — стажёр из Японии. С японским историком Калмыкию мы учили русский язык и потом вдвоём съездили по Казахстану, Киргизии и, наконец, автобусом путешествовали по югу России. Наш главный пункт посещения — Эриста, столица Республики Калмыкии. На дороге нам действительно очень повезло. Благодаря знакомству японского друга Киргизии с профессором Калмыцкого университета, профессором Тамарой Саранковной и Сеновой, мы совершили незабываемую поездку в город Степи, где нам оказали гостеприимство и благодушие от родных. Пользуясь этим случаем, я хотел бы выразить благодарность Тамары Саранковной, её родственникам и коллегам Калмыцкого университета за всё, что позволяло нам ближе познакомиться с историей культуры Калмыкии. Так что я тоже стал другом с теперь. Фактически, после первого визита в Эристу у меня было такое ощущение, что на Тайване я слабо одновременно слышал и зов Финского залива, и зов степи в Калмыкии. На протяжении четвертого века, откликаясь на зов степи, я совершил по крайней мере пять поездок в Калмыкию на участие в конференциях или на течение лекции. Какой вы увидели маленькую буддийскую республику на юге России? Как я увидел Калмыцкую республику? Можно сказать, что в течение этих лет я сам увидел, как изменилась столица Калмыкии. На самом деле, я тоже много научился у жителей республики Калмыкии. Свойство ментальности у русских Калмыков на первый взгляд определяется их историей кочевой жизни, фокалерным эпосом, джангаром, буддизмом или оккультурацией в результате столетних взаимодействий Калмыков с окружающими народностями. По собственному опыту пребывания в РСТ могу сказать, что Калмыцкая культура оказалась богаче, сложнее и более сокровеннее, чем я думал. Ментальность Калмыков в определённой мере связана с буддизмом, но не только. Благодаря путешествиям по Калмыцкой земле, мудрость и традиции чипецкого буддизма мне стало более понятно. Мы знаем, что в России Калмыкия считается центром шахмат. Для проведения Олимпиады шахмат в конце прошлого века построена Чеш-сити, город шахмат, типа общественно-культурного комплекса, где организуются разнообразные социально-культурные мероприятия. Там я был на одной выставке по традиции и культуре чипецкого буддизма. Меня вдохновила одна вещь. Как на выставке представлена наиболее важная буддистская концепция, как Будда указал путь к прекращению страдания, к неване, что очень напоминает нам термин буддизма, так называемый восьмеричный путь или восемь пракоротных путей. Это правильное мировоззрение, правильные мысли, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное направление и так далее. На выставке очень коротко и четко истолковали концепцию буддизма и изображен путь к счастью, как правильные мысли, правильное поведение и правильное время, что мне очень понятно и незабываемо. А вот что думает профессор Лай о тайваньско-калмыцком сотрудничестве в области образования и культуры. Дорогой Лай Лаоши, было бы интересно услышать ваше мнение о природе и достопримечательностях Калмыкии. Я люблю природу. Мне нравится физическое и мысленное путешествие по России, по Тайваню, где угодно. Как филолог я люблю простой степь Калмыкии, потому что, когда я читаю стихи национального поэта Давида Кукудинова, мне кажется, что в своем творчестве поэт уже увековечил силу и красоту степи. Как символ Калмыкии, мне потушили пузырские храмы, распороженные в центре Элисты и на окраине города. Они прекрасны по-своему и внушают нам успокойствие, когда мы их посещаем. Наши слушатели знают, что тайваньцы – большие гурманы. А что вы думаете о калмыцкой кухне? Насчет калмыцкой кухни можно сказать, что лучше один раз попробоваться, чем сто раз ушисть. Когда за стороной сидят добрые, благодушные люди, можно есть что угодно. Тем более перед вами вкусная калмыцкая еда. Лайлауши, как вы считаете, понравится ли калмыкия как туристическое место тайваньцам? Короче говоря, тайваньцам стоит преодолеться пространственные и темперальные преграды, чтобы почистить отдаленных родных и испытывать необычную красоту природы степи во всех временах года. Если воля мне позволяет, я хотел бы поехать в Калмыкию еще раз для исполнения обеда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Инна, спасибо за интервью и простите за глупости, если она есть. Желаю самого доброго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Друзья, вот такие удивительные воспоминания профессора Лай Инчуаня, тайваньского русиста, уважаемого педагога многих поколений тайваньских филологов, были записаны нами в мае 2020 года. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Гостиная Международного радио Тайваня», которую для вас подготовила ведущая Инна Островская. Всего вам доброго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА